Мы лет 12 назад начали производить первые шкафы. Первые шкафы, кстати, производили в России. Начинали со шкафов простых, телекоммуникационных, у которых основное требование было, чтобы все 19-дюймовое оборудование помещалось, всякие пашпанели, ну и, соответственно, цена. Стекло прозрачное, чтобы все было хорошо видно. Соответственно, начали производить шкафы, пошли какие-то поставлять на рынок, пошла информация от заказчиков. Через какое-то время понимаем, что не хватает того, что мы производим. Заказчики, например, говорят, что нужна перфорация, нужно охлаждение, шкафы, вариант, надо собирать. Стали развивать, соответственно, выпустили новую линейку шкафов ТВТ, ну, может, если кто знает, шкафы серии «Бизнес», очень популярная модель. Уже перешли производство в Юго-Восточную Азию, перенесли, потому что в России, так сказать, не все можно было реализовать в тех объемах и с тем уровнем, так сказать, качества, которые нам необходимы. Дальше, так сказать, уже где-то, по-моему, лет шесть пошли уже проекты под содом, пошли запросы на более серьезные решения. Заказчики стали требовать колокейшн, заказчики стали требовать холодные коридоры, изоляцию, опять же, несколько проектов было уже реализовано на наших шкафах. Вот, например, один, на Южном Урале, Татьяна там активное участие именно в этом проекте принимала, где ставили, сначала поставили шкафы, а потом на существующие шкафы сверху еще и изоляцию воздушную поставили. И в процессе этих, так сказать, работа над такими проектами выяснились новые требования, которые предъявляют заказчики. Например, так сказать, повышенная надежность, повышенная нагрузочная способность, коэффициент перфорации выше, дополнительные требования к системам, так сказать, изоляции. Соответственно, выпустили новую линейку шкафов, шкафы Landmaster, которые уже, так сказать, представлены здесь. И, в принципе, так сказать, дальше, я думаю, Таня вам подробнее чуть-чуть расскажет. Да, выпустили шкафы Landmaster с той целью, чтобы в конечном итоге люди, которые пользуются обычными конструктивами, посмотрели, сказали, вот такой классный шкаф, мы такой же хотим. В нем сочетаются такие полезные вещи из старого, кстати, из ТВТшного шкафа пришедшей. Модульная конструкция, сборная, крупноузловая сборка. Это удобно при монтаже, но при этом корпус выдерживает, конструкция выдерживает достаточно серьезные нагрузки, до полутора тонн. Это подтверждено испытаниями. Сочетаются в этом шкафу также и многие другие преимущества. Он доступен шириной 600 и 800. 800 это в том случае, если вам нужен шкаф пошире, и можно организовать при помощи него кабельные потоки по бокам, то есть не занимать юнитов. Боковые стенки, они снимаются, то есть удобно при обслуживании последующим, легко снимать и ставить обратно. И, конечно же, перфорация. Высокий процент перфорации обеспечивает удобность в использовании их в качестве решения для построения закрытой архитектуры охлаждения. Важными моментами являются вот такие вот вещи для организации кабельных потоков. То есть можно и снизу заводить в шкаф кабель, и сверху существует большое количество различных заглушек. Вот, как я говорила, у 800 шкафов по бокам органайзеры можно поставить и не использовать юниты в шкафу, все кабельные потоки увести в бок. И на основе этих шкафов у нас есть различные элементы для реализации системы изоляции воздушных потоков. Причем они не просто есть, они есть прямо в наличии, есть на складе. Кстати, вот Тимофей рассказывал про проект на Урале. Мы навешивали вот эти вот элементы для изоляции потоков уже в действующей серверной. То есть, и как бы, если у вас есть там необходимость в дальнейшем дополнить какую-то свою систему новыми элементами, то в этом нет проблем никаких, и вы можете просто докупить их из наличия. Вот здесь вот представлены различные элементы, это и панели в потолок коридора, различные двери. Для организации там одного коридора всегда там можно подобрать и раздвижные, и, например, натипные какие-то заглушки самые разные для изоляции потоков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА